Посмотрим, как меняется яркость красного светодиода при увеличении поданного на него напряжения. Светодиод начинает светиться при напряжении больше полутора вольт, и его яркость быстро растет, а затем выходит на насыщение. Уже при напряжении 2,5 вольта светодиод сильно греется, а если напряжение поднять еще, он выйдет из строя. А вот как с ростом напряжения меняется ток, протекающий через светодиод. Закон Ома для светодиода не выполняется. Ток растет не пропорционально напряжению, а гораздо быстрее, начиная с полутора вольт. Для этого светодиода рабочим является напряжение 2 вольта, при этом через него протекает ток в 0,1 А, а его сопротивление при таком напряжении равно 20 Ом. На этом графике хорошо видно, что сопротивление светодиода не постоянно, оно быстро падает с ростом напряжения, и поэтому в рабочем режиме напряжение и ток должны быть ограничены. Для этого последовательно со светодиодом ставится ограничительный резистор, сопротивление которого мы сейчас рассчитаем. Допустим, что мы хотим запитать светодиод напряжением 10 вольт. При этом на самом светодиоде напряжение должно быть равно 2 вольтам. Тогда на резисторе будут падать оставшиеся 8 вольт, в 4 раза больше. Мы помним, что сопротивление светодиода в этом режиме равно 20 Ом, поэтому надо взять резистор с сопротивлением 80 Ом. Мы взяли резистор в 100 Ом и включили его последовательно со светодиодом. Посмотрим, как напряжение, падающее на светодиоде, зависит от входного напряжения. Пока входное напряжение меньше полутора вольт, сопротивление светодиода очень велико и на нем падает практически все входное напряжение. Затем сопротивление светодиода резко уменьшается и напряжение на нем растет весьма медленно. Мы построили такие же графики для сопротивлений 20 Ом и 1 кОм. Кажется, что они отличаются друг от друга незначительно, но это не так. Ведь мы помним, что в рабочем режиме небольшое изменение напряжения на светодиоде приводит к большому росту тока. Вот графики тока для этих же трех резисторов. Как и раньше, ток в цепи растет, начиная с полутора вольт, но уже не так быстро, и ограничительный резистор спасает светодиод от перегрузки. А теперь запитаем наш светодиод от цепи переменного тока 220 вольт. Поскольку это напряжение в 100 раз больше рабочего напряжения диода, мы взяли ограничительный резистор на 4 кОм. Ток в цепи при таком сопротивлении составляет 50 мА, и выделяемая тепловая мощность равна 10 Вт. А этот резистор рассчитан на 20 Вт, поэтому он выглядит так необычно. Есть еще одна проблема. Когда светодиод запитан в обратном направлении, его сопротивление очень велико, и практически все напряжение будет падать на нем, что может привести к его пробою. Поэтому мы установили здесь параллельно два светодиода навстречу друг другу. Так что при любой фазе напряжения один из них будет открыт. Подключаем нашу схему к сети 220 Вольт, и оба светодиода горят. Вообще-то они мигают с частотой 50 Гц, но мы такого быстрого мигания не замечаем.